также 14 июля покажу сразу сортовые томаты потому что буду обирать тоже сегодня томатики тоже поедут санкт-петербург вот и конечно блогеры показывают там свои томаты и нижние кисти покажут и все требуйте что показывали весь куст тогда можно сделать представление часто у томатов сортовых бывает так что нижние кисти есть а потом ничего нет и смысла нет никакого конечного сажать особенно в теплице вот так вот это у нас а куст это вечерняя алматы от алифирова значит и прислал мне его виталий из вологды я купила у него индет среднеспелый урожайный красный золотыми полосками 180 300 приплюснутые плоды ну да так и есть но залу полоски у меня ну не знаю даже как сказать полоски не полоски полоски есть вот такой вот плод вот такая вот завязываемость и чем он хорош он хорош тем что у него картофельный лист он очень аккуратный очень аккуратно его хорошо сажать в теплицу а дальше тоже у нас вечерняя алматы но это друзья мои не прислал валерия произошло расщепление вот этого значит здесь обычный лист но тоже он хорош посмотрите как какие плоды приплюснутые желтые вот тоже завязываемость какая и он у нас еще считайте без названия вот надо его как-то будет назвать наверное мы и назовем его вологда вот или вечерняя алматы дубль два может быть ну в общем вот так вот шикарное считаю на вкус очень плотный такой я люблю такие томаты и мало семян в нем совершенно в общем желтые тоже вкуснятина следующий у нас это идет похвала марины прислала мне его людмила это американский сорт значит вот такой вот он такой желтый с носиком тоже довольно таки урожайный но еще и пока все в процессе наливается сейчас будем потихонечку снимать и потихоньку будет значит но такие небольшие плодики не знаю посмотрю как на вкус вот они вот до самого верха навязал такие они небольшие на вкус посмотрим следующий кэтвилл кэтвилл это индет среднеспелые желтого желтый биф до 300 до 350 грамм чем не знаю чей легкий прислал тоже валера из вологда если надо будет я оставлю ссылку на его страницу вконтакте друзья мои просто рекомендую вот они посмотрите какие вот какие еще с погодными всеми условиями я считаю что неплохо так неплохо неплохо да неплохо вот это томаты вот и до самого верха вот вообще просто просто красота требуйте что показывали блогеры до самого верха так сейчас я вам покажу вообще чудо земли оранжевая это что-то он неудачно мне был посажен прислала мне вот уже одна из подписчиц посмотрите снизу идут и идут и идут и идут и идут и вот такие вот такое вот чудо земли оранжевая вот это вот вон вот и вот все конечно же я его прищипнула это уже сверху висит вот веточка 1 но чудо конечно буду обязательно сажать потому что вот два ствола вести он очень аккуратный вот они еще даже до самого верха замечательные так это очень тесно конечно меня в этой теплице 3 на 4 напихано томат но все нормально этот любимчик варшава он хорош для невысоких теплиц я думаю вот посмотрите тоже какая завязываемость у него и это самого такого коричневого цвета просто сегодня сниму его очень вкусно конечно очень нравится но он где-то 160 и все здесь сверху же ничего нет но вот хотя там кисточка есть одна не знаю что получится так следующий да не знаю конечно посмотрю по вкусовым качествам но это значит помидор лукум от садов россии такая реклама такой там значит этот томат просто показывают где-то полторы листья видите тоже влажность но это еще не не кладоспариоз еще вот вот такие вот ну кому интересно посмотрите лукум от садов россии там реклама буквально полторы минуты наверное ролик но вы увидите что это просто вот красоты неописуемый томат томат селекции мязиной в общем зарекалась я значит от нее все-таки сажать томаты ну вот так получилось сестра отдала опасно раз большой надо его убрать уже вот очень разлапистый посмотрим какие вкусовые качества ну цвет да где-то он может и вырастет так как в рекламе но в общем нет конечно я больше сажать не буду и вообще как бы не уговаривали от мязи на я больше ничего не посажу все уже еще из коллекции мязиной можно там посадить то есть там они набрали коллекционных семян а вот именно селекции мязиной сколько я не сажал у меня ничего не получается так сакура f4 отличная сакура вкусовые качества те же не знаю то ли ветки вот такие вот понимаете они разные то есть там прям томаты были откалиброваны вот она f1 конечно а здесь вот такие вот они томатики на веточке разные но это когда делаешь для себя я считаю что ничего страшного главное вкусовые качества остались урожайность его можно ввести в три в четыре в пять стволов а вот и здесь вот вот они вот видите разное все такие вот ветки но будем будем собирать семена будем следующий год это уже все сортовой будет у нас у нас будет сорт сакура вот вот этот понравился мне томатик это везу ведь тоже прислала мне подписчица светлана спасибо огромное это итальянский вот такой вот коктейльный салат здесь вообще практически нет семян одна мякоть они прям вот ветками снимают и сушат его ну конечно у нас не такие ветки как в талии сами понимаете но чем мне он понравился он очень компактный очень компактный вот обязательно я конечно попробую высушить ветки обязательно соберу семена вот и на следующий год можно их посадить просто рядом буквально в 20 сантиметрах 2 но вместе короче через 20 сантиметров и они будут расти нормально и все будет хорошо ну и ветки у нас вот такие вот да не сильно урожайный я думаю что это из-за климата все-таки сравнивать италию с ленинградской области это просто смешно следующий блажь согласна что шикарный коктейльный томат или черри не знаю стыдливый румянец вот уже тут все уже объели но в общем вот такие вот кисти так хочу сказать что все было посеяно 23 февраля вот начинают только созревать полно томатов листья посетил потихонечку выстригают так что в общем понравился мне на вкус и у по урожайности скорее всего что буду сажать и оставлю и вот это атомный виноград бреда один был куст посажен на два корня но вот мне не с чем сравнивать вот такие вот у меня получились кисти получились кисти такие вот огромные томаты но там написано что значит 55 85 грамм но когда созреют я взвешу и скажу точно удалось мне или лучше стали или на но так как у нас свои семена мы собираем то есть на один корень и вполне можно паса посадить на два корня а тут уже не видно вот вот они корешочки растут да на два корня один можно посадить и и все хорошо хорошей ну и вот хочу показать этот собираю семена сладкая жар птица гном но можете как вы можете видеть о 23 февраля в ленинградской области стоит прямо на самом солнцепёке вот соседние значит уже обобрали отбираем уже метрополь 3 это 3 0 2 вот да это для раннего были по посеяны а здесь вот такая ситуация но ольга нарышкина конечно живет южнее на тысячу километров конечно она и сажает позже позже и собирает раньше но у нас вот вот такая вот от 23 февраля вот пока такая вот история и подогревалась теплицей подогревался грунт больше я ничего тут сделать не могу здесь тоже красиво все потом обзор сделаем так еще другой теплицы покажу сейчас я просто хочу одноразово показать потом уже отсылать к этому ролику когда будут спеть когда там мы буду пробовать томаты так вот это тоже у меня томат вот это за и лиски алла то у от уже олеферова тоже я покупала у валеры из вологды и винский вот столько томатиков и чем хорош вообще мне понравились его томата от олеферова жалко что нет уже с нами этого человека посмотрите то есть уже где-то на 170 еще вяжет и вяжет томатики то есть снизу когда начнем убирать здесь аж три ствола один упустила но оставила и посмотрите здесь две какие кисти шикарные так что нормально все так это у нас скифея скифская фея это было нашли семена где-то под абаканом рядом с красноярским водохранилищем там назывался он носатик но в общем вот такой вот красавчик назвали о скифская фея скифские какие-то поселения были но на вкус попробуем конечно первые кисти нормально все завязалось все хорошо но дальше как-то слабенько ну хотя есть вроде бы в общем посмотрим как еще будут спасал вкусовые качества для так для разнообразия после посадить можно в принципе посмотрим еще когда окрашиваться будут потому что сажаются в первый раз дальше не подводит это древнее сердце аквитерми вот она вот она еще зеленые еще наливаются